здравствуйте меня зовут татьяна и я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина совсем недавно я рассказала что у меня странное состояние его не назовешь невезуном то есть когда вязать совершенно не хочется вязать мне хочется но процесс продвигается так медленно что просто вот не свойственно и мне сказали отдохни ты устала не вяжем я честно откровенно не вязала целый день сказать что вот отдохнула или что-то изменилось нет я вязать по-прежнему хочу просто у меня очень медленно вяжется мои я не могу это объяснить решила смузы собрание собрать ему заговорит татьяна ну чтобы тебе хотелось я наверное отрезать на расколбасе ни о чем не думай возьми шарфики сказала она у меня же два шарфика которые я вижу я взяла повертела покрутила правда ведь вяжи ни о чем не думай но видимо все-таки это не то что мне нужно как насчет носочки носочных изделий спросил фея пожалуй плечами неплохо но не хочу а пледы и вот на пледах у меня как-то немножко ёкнуло даже немножко честно говоря а прям очень-очень множко для новеньких на моем канале я напомню что у меня действительно есть два шарфика которые вот вроде моему состоянию соответствует вяжи ни о чем не думай мне кажется я просто относительно розового шарфика выполнила программу июня сантиметров 25 я вывезла в итогах июня все это покажу и как бы достаточно мне хочется еще столько же в июле еще столько же в августе а вот в начале сентября типа я вижу шарфик начать его типа и закончить это вот такое основание к скучному скучному вывязыванию шарфу рек и вот что касается значит этого прекрасного шарфика здесь у меня только шапочка и вот именно в догонку к ней вяжется шарф я обязательно вижу я вижу себя в этом шарфичке хочу носить и я буду носить что касается значит этого цвета я выбрал такую тонкую нитку что у меня уже просто какие-то даже мысли а довязывать ли мне его все относительно в общем-то рекомендации которые к этой ангур ушки идут идет так медленно я в мае мы поставили маркер я все-таки провязала чуть-чуть но все больше и больше меня посещают мысли буду я его вязать или нет заканчивать не знаю у меня шапочка есть варежки есть может и без шарфика обойдусь посмотрим посмотрим пока эти процессы я за процессы не считаю они вот у меня такие знаете фоновые лежат еще раз год только потому что не люблю вязать в один присес шарфик вязать 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 нет пусть он так вот потихонечку с подовольчики есть у меня еще один процесс белый кардиган папирус совершенно недавно о нем было видео там я его постирала постирала чтобы но все-таки прежде чем переходить к рукавочкам тем более не у себя теперь а у другого человека я вязать мне очень важно понять пройма на своем месте или нет потому что когда откроем соберу петельки откроем и начнется рукав там уже что-то сделать будет сложно вот мы порой мы примерим она мало . она мало мне но не мало моей сестре если она будет великовато я чуть-чуть боковом шве шведа защиплю то есть мне нужно наметить в общем то именно сколько нужно для старта вот этих вот для старта рукава сейчас он высохнет очень плохо сухнет у нас дождички пошли кстати очень здорово что пошли и вот эти дождички вот это немножечко прохлада после жары все таки еще раз меня убедила в том что ну летние вещи вязать я потихонечку потихонечку стараюсь и люблю но вот пледы носочки шапочки вот это все зимнее оно мое поэтому разгар лета я опять обратилась к зимней серии от пихорки и с огромным удовольствием стартую хочу связать плед как пойдет не знаю потому что особо такой вот картинки конечного результата нет моя задача пока извязать 10 моточков вот этой самой зимней зимнего варианта сейчас мы посмотрим на пряжу поближе вот такую пряжу зимний вариант от пихорки значит недавно распаковывали посылку из магазина yarn house или дом пряжи и обязательно оставлю ссылку на магазин смотрите может быть вам понравится мне не обязательно это пряжа какая-то другая цена там очень приятные на мой взгляд зимний вариант зимней серии пихорки есть осеннюю эконом серия разные вот а цвет 412 верблюжий и я такие цвета люблю вообще все что натурально мне очень нравится честно говоря я покупила не купила заказала иногда вырывается слова купила нет на обзор присылают пряжу бесплатно эту пряжу для определенного проекта именно для сестренки вот такой хотел ей сделать сюрприз не чтобы там она что-то у меня брала связаны мне чтобы я конкретно ей однако она не зная об этом увидела цвет и сказал ой как старинные колготки женские какой цветом нехороший и так далее все умееток чик тумблер значит говорю пойдет на другой проект вчера когда она приходила примерять кардиганчик увидела на буквально полотно связанные ну сколько там было наверное вот так было на спицах ой какая классная вещь а что это будет а куда как че какой цвет игру цвет что-то который вот на уколу да ты чего-то тебя на другое не 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 это совсем другой цвет зачем ты мне смысле вот меня путаешь вот видите как вот у нас восприятие цвета зависит от настроения что вылили еще чего-то это тоже очень важно но запал вязать именно то что я хотела вязать у меня пропал зато мы смуза решили начать вязать плед каким он будет я понятия не имею сейчас я просто хочу свои 10 моточков у меня упаковка этой пряжи все в корзиночку не поместилась просто извязать пока 10 моточков а потом уже я буду присоединять другой цвет пока только наметки какой-то цвет будет я тоже покажу но не факт не факт в общем это все будет рождаться по ходу я вдруг поняла что именно это вязать я сейчас хочу и очень здорово а я прям не успею вот там присесть и когда я знаю что нужно вставать там помешивать суп картошечку помешивать меня немножко стала раздражать если меня раздражает домашние дела во время вязания все значит возвращаюсь но я даю название пряжи сказала а метраж состав не обязательно вот так я так умею до 100 грамм на 100 метров толстый приезжает в месяц сейчас очень нужно просто вот душа просит чтобы потом вязать что-то перемешку тоненькая нужно какой-то процесс такой тоскими 95 процентов шерсти 5 процентов ли акрил так я не посмотрел что такое ли акрил и чем он отличается просто акрил но это неважно пряжи мне нравится почти натуральный 95 процентов шерсти это получится теплющий плед даже такой плед одеяло и он будет очень практичный очень практичный значит набрала я 32 петли а спицы меня прям от мысли что-то меня куда-то уводит вот значит спицы рекомендуется 78 у меня есть и семерка и восьмерка такие знаете прекрасные спицы drops на тросике вяжи не хочу вот спросите почему меня потянуло взять именно длинные у меня нам какой тут еще такой странный период вязание и знаю что скольжение будет не таким как могло бы быть вот зафиксировал 6 половиной старинные бамбуковые спицы понятия не имею почему для фотографий я еще это понимает очень красиво смотрится фотографии если еще приблизить так то не приблизить вот это все смотрится неплохо прям очень даже неплохо вот она готова фотограф но вязать конечно в общем то наверное других спицах более удобно было бы но я хочу эти вижу этими несмотря на то что на пол номера поменьше чем рекомендую 78 мы сказали полотно получается таким какое мне нравится вот так когда видите там даже тень моей руки она виднеется немножко приподняла камеру вот вот очень хорошо видно не забитое полотно есть где расправить плечи шерсти если бы конечно это было плечевое изделие я бы ну может быть даже на шестерке вязала мне не нравятся рыхлые полотна если речь идет о плите как-то вид теряется конечно на плед надо брать безусловно спицы как это сказать толще чем на плечевое изделие но вот выбрав 6 половиной я совершенно не расстроилась потому что воздушное пространство есть но руки мне подсказывают в общем то то или не то направление я взяла то по номеру я взяла то направление семерка тоже ничего страшного бы не было но я хочу такой все таки потом когда плед складываешь может как покрывало используешь когда она немножечко форму держит лучше это как там лично мне к душе больше значит набрала я 32 петельки и стала вязать довязала я примерно вот сейчас если намочить и потянуть то возможно это и будет квадратик то есть мне по идее сейчас надо закрыть петли ушло мне где-то пол моточка то есть вот таких если квадратиков спокойненько из матка можно связать 2 но сейчас я думаю вот рвать нитку я не очень люблю для чего мне вот именно так упираться в квадратик квадратных пледов у меня очень много а может быть связать прямоугольнички может быть связать у меня же был плед из прямоугольничков назывался он плед щемящий осенней прелести что ли цвет я ставлю окошечко когда заканчивается как сказать ролик окошечке вот я там оставлю плед прямоугольный и мне хочется зачем вот усамить это обязательно квадратик не больше не меньше может быть прямоугольники сделать я пока к этому склоняюсь будут ли все именно платочной вязкой или будет рисунок я не знаю вот кому-то утомительно вязать платочку я обожаю лицевая гладь платочка я обожаю это не потому что я ленюсь вязать узор потому что добра добра не ищут добра именно имеется ввиду того что просит душа вот такая фактурная вязка для пледа тире одеяло но почему бы и нет почему бы и нет и поэтому можно спокойненько даже если я извяжу 9 мотков 9 прямоугольничков то сложив их раз два три друг другу и 3 то есть 9 3 на 3 уже будет прямоугольник я почему-то сейчас не очень люблю квадраты квадратные пледы а если квадратиков то надо вязать наверное но где-то 3 на 4 может быть 5 на 3 и так далее я не исключаю сейчас еще подумаю что это будут прямоугольнички это здорово сейчас на чем я думаю это вязать какими-то рисунками мне нравятся такие пледа но ничем не больше чем пледы одной фактуры поэтому не исключено скорее всего у меня все таки будет вот именно платочка на немножко после стирки толстенькая пусть пряжа больше уходит толстенькая 95 процентов шерсти плюс тонкий состав это будет вот такой при это будет настоящий надежный такой дружище когда нужно согреться прелесть прелесть на размерах я тоже не думаю значит я только знаю что к этой килограммы пряжи 10 моточкам которые меня не полезли в корзинку ну вот у меня все 10 мотков я буду вводить еще какой-то цвет обязательном порядке здесь очень хорошо помогают но то пряжа даже огрызки кусочки пряжи или моточки пряжи которые имеются прикладываю их можно как-то выбрать путь а путь мы конечно выбираем зависимости от того какой у нас интерьер вот смотрите салфеточка корзиночка разве она не подсказывает вот такой цвет да он уже как он хорошо гармонирует и с этим цветом вот сама корзинка подсказывает татьяна может быть что-то такое как вариант да кто-то скажет красиво ночью марка да там на дачу на веранду на какую-то террасу кто куда их и хочется кому-то увести в более темные оттенки пожалуйста здесь нет хороших плохих вариантов здесь именно тот вариант который требует ваша душа вот нашла я клубочки это тоже верблюжья пряжа кому-то скажет мрачновато но если мы возьмем этот цвет этот цвет и добавим беленького беленький не приготовила конечно же нет вот первое что попалось ализе супер ложечка например да мне кажется вот эти три цвета они будут очень хорошо гармонировать опять же марки кому-то покажется и скорее всего правильнее вместо белого цвета взять вот такой цвет как на корзиночке вот эти наверное цвета могли бы сочетаться замечательно вроде как классика да вроде как всем понравится смотрите подсказки они кругом вот даже спица даже спица вот он цвет почему бы нет пожалуйста уже как вариант подсказки можно искать абсолютно везде очень хороший такой приемчик когда мы если имеются образцы да как-то под прикладывать и искать цвет да да нет нету это совсем не то вот это вот почему бы нет и иногда куда-то уводит до совершенно может быть в непривычное в неожиданное так ну-ка вот рыжик лежит сейчас мы рыжик приложим мне тоже от образцов я собираюсь плит из образцов вязать но ко мне приходит маленькую девчушку почему бы рыженькой нет почему бы рыженькой нет и она всю куклу что ты из образцов делает а мне так нравится заняты хорошо мне сейчас образцов тоже нет в той мере так сказать который хочется так и смотрите а не подсказка ли сейчас этот супер ложечку уберу не подсказка ли в самой пряжи вот этот голубой цвет который очень бледненько смотрится но на самом деле он голубой вот не подсказка ли синий зеленым я не знаю почему этот телефон снимается так что это какая-то белая на самом деле это голубенькая этикетка и мне навело на мысль что у меня есть пряжа тоже 100 грамм на 100 метров по моему она вы можете что-то путаю так сейчас делаем маленький перерыв я пойду я принесу я говорю вот об этой пряжи кому-то очень неожиданных хочу вспомнить по моему 100 грамм до 100 грамм 100 метров получается что по метражу они одни так давайте мы снимать и пояса корсеты чтобы как-то посмотреть вот я понимаю неожиданно так нам нужно но тем не менее это может быть с этой пряжи уже в начале года мы встречались потому что я начинал вязать кардиган именно поэтому у меня пряжи вот в таком виде у меня кстати тоже 10 моточков 4 в таком виде упаковку не тронутые вот это и вы знаете что то в этом есть что то в этом есть мы всегда видим и смотрим и представляем ну как сказать готовый результат я не знаю у кого-то может быть на веранде шторки голубые у кого-то мебель в голубой цвет покрашена сейчас очень модно там белую основу потом таким голубеньким обшарпанным красить это могут быть элементы просто вот взять эти элементы такие точь-в-точь и потом соединять но ведь это может быть только обвязка только обвязка я запросто могу внедрить цвет только потому что например я не знаю как какие-то часы рамка например от картины что-то вот такой и комната взыграет мои вышивки мелькают но сейчас для наглядности я притащу одну из них чтобы вот про рамку раз уж мы заговорили про багет вы посмотрите вот на этот багет как сюда вольется вышивка вся не входит состав даже птички подходят вот казалось бы доплетенная креселка простые самые что ни на есть стены так сейчас я попробую вышивку показать так вот так я могу ее показать потому что на столе уже ой ой чего чего вот это вышивка я даже когда ее несла я принесла ее исключительно из-за рамки а посмотрите на цвет самих голубочков это золотое руно на черной конве два белых голубя схему то я взяла у меня коллега бывший вышила именно на черной конве белых голубей вот схема я у нее взяла а нитки подбирала сама мне хотелось именно на грязно-голубой конве как бы небо темно-голубая не подходила вышить вот эту картину вот я к чему на моей террасе плед вот с этой окантовочкой с этой картиной самый скром с мебелью изумительнейшим образом бы какую-нибудь корзинку я бы поставила туда голубой и моточки бы я в корзиночку значит и все и сиди отдыхай и кофе и кайфуй мой добрый зритель честное слово вот просто хотела ввести мысль к тому что самый неожиданный вариант который может быть отрицаются сразу в итоге могут быть такими удачными и вот сейчас у меня просто на ваших глазах и благодаря вам я с вами рассуждаю вы мне какие-то флюиды же подсказываете кто-то нет нет они зачем такая ерунда кто-то да танюха да 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 дерзай я просто вот понимаете сейчас каким-то образом думаю над тем обвязочки мне нравится у меня были пледы с обвязками сейчас за штативом все это не очень аккуратно и удобно я смотрю только лишь идеи только лишь идея в моей где-то мечтах головах есть еще и яркий терракоты в оттенок здесь но вы сейчас глядя на эту есть уже пряжа получается два килограмма килограмм вот такой килограмм такой конечно можно выписать и вот и из одной пряжи связать я ничего не говорю это кто куда как если два голубеньких например будут встречаться а я же все-таки хочу оставить один моточек и например вот соединяться мотивы будут именно таким цветом знаете вот вроде ничего такого и кричащего красиво но так спокойно и так приятно а если еще вот такую салфеточку таким цветом на стол поставить глиняный горшочек вот таким цветом это вообще даже если нет цветов конфеты купить вот примерно такого оттенка с котелку бросить это все так спокойно и легко можно обыграть и комната получается на такой спокойный для меня не мрачный потому что все равно там белый тюрьмин когда белый подоконник что-то еще тут все это будет освежать и будет вносить какую-то нотку одним словом я вижу и пока знаю что это будет плед но другого пока ничего не знаю мне вот хочется пока вы когда с этой стороны даже еще по интереснее смотрится можно два круга обвязки нарезать это будет зависеть от того все-таки будут у меня такие детали или будут только в качестве обвязки голубой будет цвет выступать знаете это все вот рождается но я рада что это тоже 100 на 100 100 метров на 100 грамм получается что у меня два килограмма творить не хочу да вот тут может быть какие-то здесь еще элементы я не люблю вышивку на пледах смотрим детский не детский в коляску не в коляску может какие-то пуговицы если такие подобрать где-то это все очень-очень слушайте мне вот просто разговаривать с вами вспомнила что у меня есть ниточка 100 на 100 и сейчас мне эта идея нравится эта идея мне очень нравится добавила синих оттенков раскидала вот так если будет где-то что-то мне нравится и в качестве элементов мне нравится в качестве обвязки вот этот вариант я продумаю я вариант продумал я пока хочу навязать или квадратик скорее всего прямоугольничков из этого цвета как минимум девять один моток я оставлю еще будут всякие остаточки потому что потом можно как-то все это в обвязочку обыграть и тогда слушайте мне вот сама того не ведая вышла на вариант который на данный момент мне очень очень нравится очень нравится такого мне еще первых не было даже для разнообразия глупые были какие-то такие вот а вот так чтобы вместе очень необычно очень необычно классно и действительно такой одеяльный оттенок что ли да получается что-то в этом есть а вот если я например еще сейчас заряжаю корзиночку я вот как-то этот вариант рассматривала до в итоге потом при бирочку пришить ну не надо уж капризничать ты спасибо дорогой вот а сейчас я рассматриваю же другой вариант у меня же и такой цвет есть вот так рождаются вещи хочу простейшую вещь преды бывают шикарными вот шикарно такой степени что просто затмевает воображение я пока на такое не решилась пока но девчата вяжет конечно шедевр а мы вот надеял просто одеялочка такая походу мой добрый зритель спасибо за подсказку в этом что-то есть не более интересно посмотреть куда это все выйдет но я вам больше скажу у меня вот работа над пледом пробуждает работу надо другими проектами о которых я пока не говорю потому что здесь надо выйти на финишную прямую я пока этого еще честно говоря не сделала здесь вот моточек пряжи до здесь там у меня типа начатый процесс а под ним моток который пять раз распускался чтобы выйти иногда на финишную прямую надо очень сильно постараться но в любом случае я расскажу что это как это пряжа мне нравится пряжа мне нравится то я мелькал вот когда я рассказывал что у меня напал какое-то состояние непонятное да я рассказывала пряжу но мы с вами уже как-то я не говорила в одну нитку вижу кажется тонкой а на самом деле она такая классная на хоть тонкая не надо в две ниточки не надо две ниточки для меня прям никак и и это пряжа я выписала готовлюсь если выйду на финишной прямой мне все равно нужно показать что за пряжа если вдруг не виду не выйду на финишной прямой распускать то буду скажу что значит вот я распускаю это и джи графику 300 метров на 100 грамм версии мерино суперфайн и просто мерино шерсть а суперфайн и 55 процентов эко акрил я почему-то вижу и мне кажется это хлопушек вот вижу и прям вот такое ощущение что это хлопок нравится мне пряжа это нравится о итальянская пряжа в перми я покупала эту пряжу магазине и в общем если я выйду на финишной прямой расскажу если я распущу я тоже расскажу что где и почему но пока вы знаете вот плед у меня разбудоражив вот такую вот интересную вещичку который пока говорить рано но скажу сказать я скажу в любом случае ну что спасибо тебе огромный мой добрый зритель ты даже не представляешь каким полезным стал для меня разговор который вот сегодня мы я с вами провела и мне почему-то кажется что я вышла на идею нежданно-негадно она у меня родилась возможно это не так но возможно эта идея поможет кому-то определиться не конкретно с этими цветами а что-то вот какие-то знаете шестеренки заработают у кого-то да у меня же там пряжа лежит ой а у меня же там вот это вот это очень здорово у меня заработали я не представляю какому результату приду на то что заработали это точно поэтому огромное спасибо тебе и до новых встреч они обязательно будут и Продолжение следует...